здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал кто увидел наши видео предыдущие где мы с регины на рынке и сегодня у нас будет обзор наших приобретений на нашем рынке а сначала я хочу вам показать подарок наших друзей они приехали к нам гости сейчас гостят смотрят город любуются нашими достопримечательностями ну вот мы вместе ездили на рынок наш блошины и они нам сделали подарок великолепный пин четырехлистник золотом тоне оправа да на удачи а эти изделия мне хочется вам показать отремонтировал также наш друг у меня все руки не доходили и он сел буквально за пару минут это все сделал большое спасибо здесь он вклеил несколько жемчужинок они отсутствовали так в этой броши он отреставрировал желтенькие лепесточки подкрасил и жемчужинку вклеил да здесь отсутствовал такая брошь а тоже на удачу такая подковка и в этой броши это извиняюсь клип да здесь отсутствовали кристаллы некоторые много даже кристаллов отсутствовало да быстро и хорошо и красиво сделал молодец да большое ему спасибо такие вот изделия теперь они как новенькие ну и сейчас будем непосредственно к рынку наш обзор наш обзор да ну начинаем наш обзор из наших приобретение из рынка это клипы у нас идут кто помнит мы их там в начале видео на рынке сразу же и приобрели так этот клип у нас виде цветочка или скорее всего листочки лепесточка мне регина подсказала может быть это кала цветок не знаю так мы подумали что он выполнен из бакелита из материала проверив дома это ну по всей видимости простой пластик ну чем-то он очень не понравился хотя я его брать не хотел и следующий клип не знаю как этот пластиковый все-таки может подклеили потом к нему крепление а это у нас уже да такая видите листочки друг на дружке 3 листочка выполнено все в золотом тоне реалистично все сделано так выглядит с обратной стороны клип без маркировки и 3 клип тоже по всей видимости это цветочек как мне кажется на нем и вот он с обратной стороны такой интересный у него зажим небольшой ну узкий тоненький как бы их само изделие тоже небольшое наверное такой и этот зажим маленький такие вот клипы до недорого не вышли совсем следующая наша находка брошь локет мы когда его покупали думали что мы его очистим будет у нас такой чистенький весь что-то у нас не сильно получилось но сам локи брошь очень нам понравились понравилось хозяин кто продавал нам это эту брошь сказал что ну или 75 уже так примерно ну да и судя по фото карточки которые внутри как вот девушка одета вполне может быть что так оно и есть такая вот эта ценность для кого-то было раньше фото карточка брошь бант выполнена в золотом тоне довольно крупный металл имеет брашировку и так он выглядит брошь так выглядит с обратной стороны без маркировки подвесная иголочка посмотрите очень длинная ну как сама брошь видно что конечно же изделие винтажная там очень понравилось это кстати у этого же продавца было да что этот локет брошь да вообще в этот раз рынок был очень насыщенный бижутерией всякими изделиями интересными когда-то однажды приехали и вообще там не было бижутерии практически а в этот раз и было очень много моря когда глаза разбегались и вот не знаю мы особо ну шкатулочки приобретаем но не так часто а это так понравилось регине шкатулка что мы ее купили а когда мы заглянули что внутри еще какие-то там изделия там брошь и что ли думаю думали схитрить на на хозяин знал что там что-то лежит даже не торговались давай купим давай может он узнает что там что-то лежит еще заберет это отсюда мы так взяли быстренько купили и побежали ну да я вам покажу сейчас что там было и есть до сундучок ларчик или как ларец такой маленький не знаю как можно сказать сундучок с таким ведь креплением для замка до такой тоненький замочек должен быть все вот регина не может понять с какого материала это сделано посмотреть какие крепления красивые потом вот каем как посмотрите цветочки так когда смотришь на него быстро и не замечаешь этой красоты которые на ней прям находится да пишите пожалуйста в комментариях что вы думаете с какого материала сделано это шкатулка до версии регины кость я да я показывал ну видно пористость такая да как натуральность да и что же в самой шкатулочки вот он клад наш который мы схватили убежали но заплатили ну да я не знаю какую ценность имеет ну так вполне симпатично брошь не смотрю видно что преклонного возраста маленькая совушка сидящая на месяце потом я уже пришел к выводу что имеется видите крепление для подвесок по всей видимости здесь были еще подвесочки без маркировки следующее это я смотрю у нас микро мозаика даже идет до микро мозаика я представляю какая сложность работы в этом изделии но здесь просто отсутствует серединочка этой микро мозаики может быть хозяин так знаете и подумал положу кое что мне не нужно шкатулку люди подумают что там я что-то положил и забыл и все у меня купят сразу может такая знаете хитрость коммерческая не знаю да моя версия конечно уек это как ромашечки до сделаны они такие крохотные вот так брошь выглядит с обратной стороны видно иголочка с такой s-образный крючочек но все говорит о том что изделия вполне даже может антикварные а да и третье а изделие честно говоря так ничего не понял может кто-то брелок для ключей я не знаю цепочка карабинчик и такой как брелочек я сначала подумал что щипчики такие есть на эти маленькие я даже не пойму может как-то она открывается или нет не знаю даже вот какой-то узор здесь есть ну такие вот две броши брелочек и сундучок а и в этот раз представляете нам попалась в руки брошь от компании люсиндо связанная с музыкой скрипичный ключик нотки что одесса да арина же у нас училась играть на пианино она нотки помнит я так вообще их не помню уже только скрипичный ключики запомнил да и такой брошь у нас тоже нет будет нам в коллекцию брошь планка с великолепным узором сама основа у нас имеет золотой тон я смотрю здесь у нас и цветочки и лепесточки листочки узор необыкновенной красоты так брошь выглядит с обратной стороны а судя по иголочке мне так показалось что изделие вполне возможно даже антикварно мне так это брошь очень понравилось следующая наша находка кулон это у нас персидские персидский кулон с ручной росписью здесь мы можем увидеть такое ведь и как племя кочевников возможно у них такая палатка как бы домик шатер и вот можно увидеть это не корову дует по моему до молочко это не надо ужин или обед готовит будут интересно так все природа примерно мы так посмотрели это датируется 50-м годом до 50-ми годами прошлого века до ракушка красивая видно с обратной стороны до довольно крупно сейчас хочу вам показать необычную брошь брошь такая сказочная регина сказал мне еще тут фантазийная даже можем увидеть здесь эльфа девушка с крылышками по моему феи и вот феи и эльфы они отличаются мне так кажется эльфы это как маленькие такие девочки с крылышками а феи больше по моему как как люди тоже с крылышками но такое что-то я изучал вроде не читал не так запомнилось а и кстати в другом во многих народах очень в это верят в эльфов что не существует все серьезно до маркировка киркс фолли изделия от этой компании довольно коллекционный компания насколько я помню в 14 2014 году закрылась просуществовала 35 лет но потом я перекупила другая компания да тут мы еще можем увидеть бабочку цветочки звездочки такая милая брошь брошь малютка так можно назвать грибочек основа у нас имеет золотой тон посмотрите как все реалистично выполнена ножка такой капюшончик его когда с обратной стороны я увидел маркировку сам не поверил что-то компания три фаре краун три фаре такой милый грибочек брошь так следующая наша находка великолепной красоты рыбка золотом тоне а хвостик у нее выполнен из джедеита глазик тоже смотрю ну может быть это материал нефрит сама рыбка ведь имеет золотой тон и вот не пойму я то ли это место такие углубления для кристалликов а может быть так так металл выполнен как чешуйка не знаю ведь имеется крепление под кулончик с обратной стороны мы видим иголочку это у нас брошь кулон имеет маркировку компания хобби единственное что могу сказать компания хобби была открыта в 1868 году и закрылась в каком времени был в 1980 до такая длинная история столько лет эта компания просуществовала очень красивые изделия довольно знаменитая компания да мне регина тут подсказала что я сейчас вам сразу покажу что эта компания марбакс и именно эту маркировку ставили с 1937 по 1955 год а вообще эта компания марсель буши но именно эту маркировку ставили в эти годы так что мы здесь видим на этой броши три уточки идущие друг за другом по всей видимости папа мама и ребеночек их не больше меньше еще меньше семья одним словом но почему-то сделано как веточка по веточке не идут может это птички может я ошибаюсь шоу уточки уточки по идее не пошли бы по веточке интересные животики как барочные такой жемчужинки барочные сама брошь выполнена в золотом тоне считаю для таких лет сохранность неплохая единственная иголочка могу добавить подвесная следующее наше приобретение веточка цветов ну а точнее сказать у нас розы вы посмотрите отлич отличие металла на цветочках и лепесточках когда мы пришли домой я заметил что один из лепесточков просто отломался но он прекрасно держится на лепесточки розы с этой стороны практически незаметно так и на иголочки да я тоже заметил маркировку компания кременс великолепная компания такая ближе относится у них изделие к ювелирным следующая наша находка целый я смотрю сет состоящий из двух клипс естественно из клипс вы посмотрите в виде цветочков выполнена права кабошоны я смотрю тоже цветочки на них изображены по моему они фарфоровые а вот эти кристаллики это у нас лунный камень или к кончиками да прошу прощения молочное стекло очень красивые да здесь я увидел маркировку от компании элис ковинос единственное могу добавить что компания была открыта сразу после второй мировой войны и когда элис ковинос умерла в 1982 году ее дело продолжила до главный дизайнер этой компании и брошь довольно таки уже крупная с таким же рисунком больше здесь цветочков тут можно прощупать имеется подрисовочка и так выглядит с обратной стороны единственное мне кажется что иголочку уже переклеили ну сет остался это очень приятно да что иголочка переклеена это тоже уже сообразил дома но тем не менее довольно коллекционные эти изделия пользуются спросом у коллекционеров а это брошь скажу сразу этой компании сейчас я вам покажу эту компанию очень нас удивило это у нас первая брошь от этой компании великолепный цветок с такими темными каплевидными кристаллами и вокруг лепесточка идут кристаллы прозрачные очень красивая брошь великолепная просто да с обратной стороны мы видим пайку и маркировку глубине изделия компания называется Кэти в овале хочу единственное добавить компания просуществовала 23 года с 1961 по 1984 год была основана в Калифорнии и ее изделия они продавали как саракондри на вечеринках довольно интересно прекрасное считаю состояние ой вы посмотрите я только сейчас заметил честно сказать крепление под кулон это у нас еще и кулончик может быть да мы изучали немножко на интернете это как бы идет сет еще идут клипсы к ним но у нас их пока нет так скажем следующая наша находка великолепной красоты брошь скажу вам вы посмотрите вы посмотрите какое множество кристаллов разных форм маркази маркизы посмотреть как нижняя часть сделана прекрасно сделана прекрасно такое дополнение да изумрудный имеет цвет кристаллы я даже сначала и не понял подумал какие то как пуссеты идут удивительно так интересно да гвоздики обычно эти бывают в брошах таки но не в этими не в таком изделии конечно а это так сделано оправа очень красиво очень да и может кто-то уже обратил внимание сейчас покажу вам компания вайс единственное что я помню за эту компанию она была основана в 1941 году 42 году а закрылась 1971 году великолепные считаю изделие от этой компании ну просто это шедевр сегодняшнего показа да шедевр нашего показа сегодняшнего на этом дорогие друзья наш обзор подошел к концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч 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 Продолжение следует...